Бюджет НАУ претерпел изменения. Параметры окружной казны по доходам и расходам увеличились на 189 млн. рублей. Дефицит бюджета остался неизменным – порядка 1 млрд 700 млн. рублей. По информации Татьяны Лагвиненко, доходы увеличиваются за счет ожидаемого поступления налога на прибыль по Харьягинскому СРП в сумме более 7 млн. и порядка 59 млн. рублей в виде доли прибыльной продукции при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение». Кроме поступления от Харьягинского СРП, окружной бюджет по доходам увеличивается на 3 млн. 215 тыс. рублей за счет поступления в казну целевых средств по дебюторской задолженности прошлых лет. Также увеличивается доходы на 82 млн. 16,4 тыс. рублей в связи с ожидаемым поступлением денежных взысканий штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд. Порядка 36,5 млн. рублей поступят в окружной бюджет в виде безвозмездных поступлений. Большая часть – из федерального бюджета. На ту же сумму – 189 млн. 247 тыс. рублей увеличены и расходы окружного бюджета. Средства перераспределили на оплату кредиторской задолженности и первоочередных платежей для функционирования учреждений. По департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ниньского автономного округа увеличение бюджетных ассигнований произведено в целом на сумму 100 млн. рублей на исполнение расходных обязательств Ниньского автономного округа в области социальной поддержки граждан. И с учётом перераспределения ассигнований в размере увеличение произведено на 52 млн. 344 тыс. рублей на мероприятие государственной программы старшего поколения Ниньского автономного округа на 2017-2020 годы. Также Татьяна Лагвиненко сообщила о необходимости привлечения нового коммерческого кредита в размере 500 млн. рублей для покрытия расходов округа в летнее время. Напомню, сегодня госдолг региона составляет 2 млрд. 900 млн. рублей. Верхний предел госдолга остался неизменным – 4 млрд. 300 млн. рублей.